Приветствую тебя, уважаемый Кихот. Предлагаю продискутировать тему «Хорошо ли жилось простым людям при СССР?». Дискутируем по системе трех аргументов. Я озвучу три аргумента в пользу хорошести, а ты в пользу нехорошести. В конце сделаем каждый свой вывод, который учитывает все высказанные аргументы. Приветствую тебя, уважаемый дядька. Приветствую всех в дискуссионном клубе Полтава. Мое дискуссионное прозвище Кихот и вы видите аватар дядьки. Дядька это тоже дискуссионное прозвище, но непосредственно он не может принять участие в дискуссии, поэтому поручил вместо него это сделать аватару. Мы с дядькой подготовили аргументы этой дискуссии. Вы видите на экране дядька прислал мне текст своих аргументов, я прислал ему свои аргументы, мы подготовили вывод и в итоге имеем вот эту дискуссию. Да, уважаемый дядька, я с тобой согласен, согласен принять участие в дискуссии. Кстати, согласно нашим правилам, позиция, которую каждый из нас представляет, не обязательно должна соответствовать нашим убеждениям. Мы всего лишь пытаемся покрутить вопрос на разные стороны, чтобы понять его глубже. Итак, начинаем дискуссию, уважаемый дядька, то есть его аватар, предлагаю твой аргумент первый. Первый аргумент в пользу хорошей жизни простых людей при СССР. Патриотизм. Все советские народы имели единую идеологию, единый вектор развития, которого следовали. Это являлось мотивацией к достижению единой цели страны. Все единомышленно шли к светлому будущему, видя перед собой цель, что являлось неким двигателем общего прогресса. Кихот. Мой первый аргумент в пользу плохой жизни простых людей при СССР. Звучит он так. Иосиф Бродский. Судьба этого поэта, Нобелевского лауреата, приговор хорошей жизни при СССР. Хотя сам Иосиф никогда на СССР не жаловался, а хвалил. Травля за вроде бы тунеядство, хотя он был поэтом, два года ссылки, несколько раз мучения в психбольнице, а потом и вовсе принудительная высылка из страны. Как написали в одном из фильетонов, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на парнас, не так уж безобиден. Бродский не любит своей отчизны и не скрывает этого. Больше того, им долгое время вынашивались планы измены родине. Ха. Хорошая жизнь – это любовь по приказу. Дядька. Второй аргумент в пользу хорошей жизни простых людей при СССР. Уровень социальной защищенности. Во времена Советского Союза каждому жителю гарантировалась бесплатная медицина, начиная от простой прививки и заканчивая сложнейшей операцией. Бесплатное образование, бесплатное жилье от государства, гарантированное рабочее место согласно образованию, навыкам и опыту. Эти критерии гарантированно закрывали базовые социальные потребности человека. Кихот. Мой второй аргумент в пользу плохой жизни простых людей при СССР. Звучит он так. Тотальное бытовое воровство. Если вы работали на гуталиновой фабрике, то ваш дом был забит гуталином. Если на кирпичном заводе кирпичами, в магазине обвешивали, в столовой не доливали и не докладывали положенного в порции. Кто где работал там и воровал. И это считалось само собой разумеющимся. Не считалось зазорным. А причина банальна. Во-первых, тотальная бедность. Во-вторых, всеобщий дефицит. Такая вот хорошая жизнь. Дядька. Третий аргумент в пользу хорошей жизни простых людей при СССР. Стабильный рост населения. Демографические потери СССР во Второй мировой войне, по официальным данным, составляют 26,6 миллионов человек. Невзирая на исторические потрясения, итоговый дальнейший прирост населения СССР стабильно превышал смертность. Это говорит о том, что базовые потребности обывателя были максимально закрыты. Люди были уверены в завтрашнем дне. Соответственно, вопрос рождения детей не вызывал у них беспокойства по поводу возможности обеспечения наследников. Кихот. Мой третий аргумент в пользу плохой жизни простых людей при СССР звучит он так. Серебряные ложечки. Я слышал о судьбе одной дамы, которая была женою высокопоставленного городского чиновника позднего советского периода. По ее словам, они несколько раз в год ездили за границу, как отдыхать, так и на покупки. Ели исключительно из серебряной посуды. Обслуживала их домработница. Ее жизнь была сплошным раем. Это она так говорила. И прочая, прочая, прочая мишура богато изысканной жизни. Но муж умер, родственников не было. Накопленные за советское время богатства постепенно иссякали. Пенсий в незалежное время критически не хватало. Последний раз она продавала серебряные ложечки. Причитая, чем же будет кушать, ведь так привыкла серебряными ложечками. Да, хорошая была жизнь, в СССР, у чиновящих жен. Дядька. Итак, дискуссия закончена. Мой вывод, который учитывает все высказанные нами аргументы такой. Все основные базовые потребности обывателя в СССР были гарантированно закрыты государством. Люди имели полную уверенность в завтрашнем дне, не думали где добыть пропитание, крышу над головой. За какие средства вылечиться. В связи с этим был стабильный рост населения. Рождаемость превышала смертность. В то же времени все были равны, как это заявлялось партией. Чиновники, правящий класс имел в доступе те блага, о которых простой гражданин страны мог только мечтать в связи с дефицитом. Также свобода действий была роскошью для привилегированных. Обычный житель СССР жил скорее по шаблону, продиктованному партией. У меня все. Всем спасибо за внимание. Уважаемый Кихот, благодарю за дискуссию. Мой вывод по дискуссии, который учитывает все высказанные аргументы такой. Разумеется, во все времена всегда есть те, кому жить хорошо, а кому и плохо. Тоже и в СССР. Для всех послушных и способных к казенной любви государству была хорошая палка колбасы на Новый год. Для непослушных и неспособных тоже палка, только в другое место. Кстати, тоже и во все времена. Целуй руку, которую не можешь укусить. Так называется книга Эдварда Бера о жизни румынского народа во времена правителя Чаушевску. Я закончил и наша дискуссия тоже окончена. Аргументы сказаны, вывод мною и дядькам сделан. Но у каждого, кто просмотрел нашу дискуссию, могут быть свои соображения на этот счет. Поэтому соображайте, размышляйте и проголосовать можете по ссылке под видео. Лайкайте наше видео, понравилось вам или не понравилось. Пишите комментарии, предлагайте темы для дискуссий. Всем до свидания. Уважаемый дядька, спасибо тебе за дискуссию.